Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. В сегодняшнем выпуске, как вы уже поняли из названия, речь пойдет не о каком-то конкретном рецепте, а о работе над ошибками, над конкретным рецептом. Я уже показывал вам вот в этом выпуске, как готовить испанский чесночный майонез, олеоли. По результатам этого выпуска и по упоминаниям этого соуса в других моих роликах, я заметил, что достаточно большое количество людей обращаются ко мне с вопросами, что что-то у них не получилось, что не взбился от олеоли, получился жидкий, еще что-то. Я хочу сказать, что я не профессиональный повар, я никогда не учился на повара, и я никогда не преподавал, то есть я не имею опыта преподавания ни в каких кулинарных школах. Поэтому у меня нет статистики, так сказать, стандартных ошибок, которые возникают при приготовлении этого соуса. Поэтому, возможно, мне не удается с первого раза, повторяем от учения, в каком-то ролике указать на все те моменты, которые могут вызвать сложность у неподготовленного к приготовлению повара или кулинара. Поэтому я и хочу сегодня провести, так сказать, вот эту самую работу над ошибками, отдельно заострив внимание на тех моментах, про которые я потом многократно уже отвечал письменно на вопросы. Еще один момент. Дело в том, что когда я снимаю видеоролики, я стараюсь дать максимум информации в минимум времени. То есть я безжалостно снятые материалы режу, 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 и перед этим еще и пишу сценарий достаточно долго, выбирая, какими кадрами наиболее доступно вам и интересно показать тот или иной рецепт. В результате получается так, допустим, что я говорю на экране, что сейчас нужно порезать лук. Понятно, что для того, чтобы очистить луковицу и нашинковать ее, ну, крупную луковицу, в реале это занимает минуты-две времени. Я прекрасно понимаю, что если я две минуты буду на экран чистить у вас перед глазами луковицу, потом ее шинковать, вы заскучаете очень быстро, все, выключите это видео, дальше смотреть не будете. Ну и ролик растянется из моих стандартных 8-12 минут до 2 часов, то есть до времени, до того времени, сколько нужно реально на приготовление того или иного блюда. Поэтому я снимаю, ну, если мы говорим про луковицу, этот процесс двумя камерами, то есть в одном у меня одна камера показывает очень крупно эту луковицу, вторая чуть менее крупная, и я беру с первой камеры, с менее крупной, начало, допустим, нарезки, со второй камеры окончание нарезки. Вместе два этих кадра склеиваю, и получается, что весь процесс чистки для вас на экране занимает 3-5 секунд. Вам это не успевает наскучить, судя по тому, что вы продолжаете смотреть ролик, и главная информация до вас донесена. Так вот, если показывать какие-то сложные вещи, а приготовление соуса лёли оказалось для многих сложным моментом, то вот этот подход, как оказалось, не дает полноты понимания, как же нужно готовить. Поэтому сегодня вот этот самый непосредственный процесс взбивания масла, чеснока и яйца в эмульсию я покажу одним непрерывным кадром. Это растянется на 45 секунд, может быть, на минуту. Поэтому для тех из вас, у кого соус лёли получается прекрасно, я советую выключить это видео и не тратить время. Ну, а для тех, кому это интересно, и какие-то проблемы были при приготовлении соуса, я надеюсь, сегодняшнее видео поможет вам разобраться с теми ошибками, которые вы, возможно, не допускаете. Итак, это было затянувшееся вступительное слово. Приступаем. Основой олёли является масло и чеснок. Я для приготовления этого соуса использую оливковое масло. Причем оливковое масло не холодного ужина, а очищенное, рефинированное. Очень важное замечание. Пару раз я брал для приготовления этого соуса масло, на котором тоже было написано, что оно оливковое, но какого-то невнятного производителя. Обычно мы такое масло не покупаем. Так вот, в эти два раза этот самый соус у меня просто не взбился, остался жидким. Я не знаю, что жадный производитель понапихал в ту бутылку под названием оливковое масло. Подозреваю, что там не только оливковое масло, но и смесь. Возможно, напарил и ещё что-то было. Не знаю. Но для себя я сделал вывод, что для того, чтобы этот самый соус взбился, масло должно быть настоящим, правильным. Как определиться, правильно оно или нет, не знаю. И посоветовать вам ничего не могу. Единственное, что советую, что если у вас есть возможность купить оливковое масло, не холодного отжима, не нужно брать холодного отжима целиком, потому что майонез будет горчить, алиоли, чесночный майонез будет горчить, но хорошее оливковое масло, и с этим маслом у вас взбился нормально алиоли, то в дальнейшем именно его и используйте, чтобы не получилось так, что вы вбухаете стакан масла на яйцо, чеснок, а он не взобьётся. Жалко будет просто потраченных продуктов. Итак, я использую вот это масло, как я уже сказал. Следующий момент. Классические алиоли испанцы готовят без яйца. Берут каменную ступку, как правило, берут чеснок, мелко его рубят, ну не то, чтобы прям в пыль, но просто, чтобы помельче был, иногда просто давят, и начинают сначала в ступке этот чеснок толочь. Толкут, разбивая его в кашицу, и потом буквально по капле, по чуть-чуть начинают добавлять оливковое масло. Сок чесночный, очень липкий. В средние века на основе чесночного сока вообще клей делали, пусть кто не знает. Так вот, толкут долго, сам я никогда такой ерундой не занимался. В одном видеоролике, который я посмотрел на ютубе, один старый испанец показывал, как он готовит настоящий алиоли, то есть только чеснок и только оливковое масло. Тут он начал делать толочь, а потом говорит, и вот так, по чуть-чуть добавляя масла, нужно толочь примерно один час. Сальше врезка, и вот по истечении часа он из, там, трех или четырех зубчиков чеснока и стакана оливкового масла получает стакан этого соуса. Естественно, я так не заморачиваюсь. У меня просто нет времени на это, да и не вижу смысла большого. Я, как уже говорил, пользуюсь для приготовления алиоли значительно более современными и быстрыми методами. Я применяю одно куриное яйцо, свежее жевательно, чеснок и оливковое масло. Что касается чеснока, чеснок, по крайней мере, в первый раз, я рекомендую вам порубить. Не очень мелко, прям не самую пыль, чтобы просто не терять времени, но и не вставлять очень крупные кусочки. Просто потому, что чем мельче чеснок порублен, тем быстрее он вашим блендером взобьется, разобьется в пыль. Тем больше он выделит сока, и тем больше этот самый сок будет способствовать эмульгации вашего соуса. Приступаем к процессу. Что касается количества. Для первого своего приготовленного алиоли я рекомендую вам использовать именно два вот таких вот крупных зубчика чеснока. Ну, посмотрите по объему, сколько я его беру. Дело в том, что относиться к алиоли как к майонезу не совсем верно, потому что все-таки настоящий алиоли очень чесночный соус. Не так, конечно, что он прям горький становится, но он откровенно чесночный. Вот, поэтому, если вы попытаетесь приготовить менее чесночный, то есть с половинкой зубчика или с мелким зубчиком чеснока, вы, во-первых, не получите тот самый классический испанский алиоли, а, во-вторых, не факт, что у вас без достаточного присутствия в соусе вот этого чесночного сока получится сразу, легко и быстро взбить ваш этот самый соус, ваш майонез. Значит, крупность, как я сказал, нужна, ну, приблизительно вот такая. Поехали, значит, насыпаю ее в стакан. Второй момент не совсем очевидный, хотя это уже не второй, а третий, да? То есть первый у нас был правильно оливковое масло, второй – количество чеснока и крупность его нарезки, нарубки. Значит, третий момент, не совсем очевидный. Возможно, у вас получится взбитель оли, если вы будете использовать не вот такую вот чашу, а какую-нибудь плоскую тарелку и так далее. Но у меня есть некоторые сомнения в этом. Я сам не пробовал, но предполагаю. Дело в том, чтобы эмульгация началась в этой посудине, нужно, чтобы желток, чесночный сок в масле составляли, ну, больше процентов, так скажем, да? То есть, условно говоря, что в первоначальные моменты было много белка желтка, много сока и небольшое количество масла. То есть, если брать широкую-большую посудину, то можно сразу слишком много масла плюхнуть, и, возможно, под крыльчатку вашего погружного блендера засасываться будет сразу слишком много масла. И это помешает нормально взбиться соусу. Поэтому удобнее и быстрее взбивать именно в стакане. Тем более, это удобно делать вот в таком прозрачном стакане, потому что сразу видно, собственно говоря, как проходит эмульгация. Итак, это третий момент, то есть, используем стакан. Четвертый момент – свежесть яйца. Куриное яйцо нужно брать как можно более свежее. Что я имею в виду, когда говорю про свежесть яйца, как его определить? Дело в том, что когда куриное яйцо полежало, когда он становится несвежим, белок в нём становится жидким. То есть, если вы разбиваете это яйцо, выливаете в чашку, то увидите, что часть белка остаётся, так скажем, ну, чем-то похожа на холодец, плотная, а часть как водичка течёт. Вот эта самая жидкая часть белка не позволяет нормально эмульгироваться соусу. Поэтому используйте свежее яйцо. Это гарантированно получится вам взбить соус. Итак, яйцо взяли. Постарайтесь желток не разбивать. Вот у меня, видите, разбился. Это не очень хорошо. Но, тем не менее, попробуем взбить с ним. Так. Наливаю масло. Сейчас я поверну. Видно ли? Итак, я повернул немножко камеру. Обратите внимание на вот эти вот риски. Плохо видно, наверное, в камере? Вот эта риска, вот по ногтю верхняя часть, это 200 мл, вот эта 300. Я сейчас сразу налью, ну, наверное... А, давайте сделаем так. Как я уже говорил, чем больше масла в соусе, ну, до определённых пределов, конечно, тем более густой получается соус. Вот мы это постараемся сейчас на экране рассмотреть. То есть, сначала я налью 200, может быть, чуть-чуть меньше мл масла. И начну взбивать. Так, сколько у нас здесь? Это 180 получилось. Хорошо, вот сейчас у нас тут 200 мл масла. Сразу добавлю соли, просто потому что она будет быстрее здесь расхватиться, ну, и быстрее можно будет определиться по вкусу потом, что у нас. Соли хватает, не хватает. Дёграя соль. Вот такая щепоточка. Одна и вторая. Наверное, хватит. Вы извините за сумбурность изложения, сегодня я снимаю без сценария, как раз-таки для того, чтобы показать вам весь процесс от начала до конца приготовления этого самого соуса. Поехали. Момент, про который я неоднократно уже говорил и писал. Для того, чтобы всё взбилось, вот крыльчаткой этого блендера нужно накрыть желток, придавить крыльчатку к основанию стакана и не поднимать в процессе приготовления эту самую крыльчатку, пока обильно и из-под неё не поползёт эмульсия готовая. Смотрите. Накрываю яйцо и чеснок придавил и включаю. Вот сейчас я буду включать-выключать периодически, просто чтобы вы в нём слышали. Обычно я не выключаю блендер, пока готовлю. И вот этот кадр у меня уйдёт в сторону экрана, а непрерывный процесс приготовления смотрите, соответственно, вот на этом кадре. Поехали. Обратили внимание. Я не отрывал, не шерудил блендером под нос стакана, из-под него пошла эмульсия. Я чуть-чуть проворачивал её вот так вот, по часовой, против часовой стрелки, для того, чтобы плотнее захватить как раз все кусочки чеснока и желтока оттуда. Всё ещё не отрывает одна. Продолжаю. Сейчас я по стакану вожу, не отрывая дна. А сейчас немного, буквально на 3-4 миллиметра одну из сторон этой крыльчатки, буду отрывать одна, не выключая блендер, под неё будет засасываться часть масла, и опять буду придавливать, и опять ждать, чтобы масло это эмульгировалось. Продолжаем. Видите, что получается, да? Вот теперь, на этом этапе, когда эмульсия уже однозначно есть, я начну понемногу приподнимать, буквально на 5 миллиметров, на 7, может на сантиметр одна стакана, и опускать в крыльчатку блендера. Поехали. 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 Всё. Алиоле взбился. Напоминаю, что сейчас мы готовили алиоле из расчета 200 миллилитров масла на одно яйцо среднего размера отдельно обращаю ваше внимание когда вы покупаете яйца смотрите среднего размера крупного размера отличаются по весу значительно вы можете просто для сравнения взвесить их на весах на первый взгляд что там яйца маленькие но учитывая что соотношение на одно яйцо практически стакан масла увеличение веса яйца даже там на 20 на 30 процентов приводит тому что масло но уже условия на то же самое яйцо не 200 от 300 миллилитров это очень такой мощный момент который может легко ошибиться количество масла и так вот густота соуса как видите он не очень густой видите как стекает попробуем добавить немного больше масла и так сейчас сейчас по кромке в 250 миллилитров как вы видите стоит майонез добавлю до вот так получилось я добавил масло до до отметки в 300 миллилитров и продолжу взбивать взбивают также я не сразу не перемешиваю это масло с майонезом я буду сбивать так чтобы понемногу по чуть-чуть это свеже налитые масло засасывал с крыльчаткой и равномерно взбивалась поехали а а а а а а а а а запись видео было автоматически остановлен на этих двух камерах сожалению больше восьми минут писать нельзя поэтому вот я на этой камере специально не отключаю видео чтобы вы видели что ничего не изменилось да а это сейчас запущу заново так а синхронизация синхронизация еще разочек так 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 синхронизацию я делаю для того чтобы состыковать видео ряд со звуковым рядом я же звук отдельно пишу вот на вот на этот вот агрегат итак я продолжаю взбивать итак а а а и и а а Все, взбивание закончил. И вот теперь посмотрите, какой получился сейчас майонез Лиоли. Видите, он стекает гораздо медленнее по стенкам. Это практически не стекает. Вот, смотрите. Видите, какая густота? Это результат того, что я добавил масло. То есть, как бы оно странно не выглядело, но добавление масла до определенного, конечно, предела оливкового и правильное взбивание такое равномерное увеличивает густоту соуса. Ну, давайте, конечно, попробуем, что у нас получилось. Отличный. Очень чесночный. Такой прям остренький. Соли в меру. Очень хороший. Испанцы вообще в Валентинском регионе, так скажем, да, то есть не северная часть Испании, а в более южной части Испании, в ресторанах сразу спрашивают, когда приходишь есть. Принести вам хлеб и алеоли. Приносят, как правило, подсушенный, поджаренный кусочек хлеба, ложечку с алеоли. И пока не готовят основную еду, можно угощаться. Ну, кстати, в более северных районах, от Валентии, так скажем, немножко севернее, кроме хлеба алеоли, иногда еще и приносят панкон-томаты, то есть хлеб с томатами. Тоже очень вкусная штука. Там просто берут свежий помидор, натирают его на терке так, чтобы шкурка осталась, ее можно было выбросить, а сам вот этот жиденький помидор остался. Именно свежий берут, то есть в том, в котором достаточно много воды еще, по-моему, бывает. Добавляю в этот хороший аромат наливкового масла, уже холодного отжима, соль, немножко чеснока и вот эту вот кашицу помидорную, и опять же поджаренный на сухой сковородке хлеб приносят. И я очень люблю, собственно говоря, ожидая обеда в ресторанчике, один кусочек хлеба с таким вот томатной вот этой вот основой съесться, другой кусочек с алеоли. Звучит, я понимаю, ерундово. Какая-то фигня какая-то, томаты там, масло, но попробуйте. Попробуйте, возьмите помидорку, даже не обязательно супер-пупер какую-то вкусную, сладкую, яркую, ну, конечно, не совсем зимние вот эти пластмассовые помидоры, но такие, которые более-менее хотя бы, да, добавьте хорошего ароматного оливкового масла на помидорку вот, сейчас скажу, какого размера, на помидорку вот такого размера, вот. Вот такого размера, вот такого размера, натертую. Достаточно будет, наверное, максимум одной столовой ложки оливкового масла, холодного отжима, вкусного, ароматного оливкового масла, такого зеленого, может, даже с горчинкой. Маленькие щепотки соли и чуть-чуть, буквально там, наверное, четверть маленького зубчика чеснока, может, даже без чеснока. И вот это вот классное, свежее такое, какое-то весеннее, ну, летнее даже сочетание помидорного вкуса с хорошо поджаренным хлебом, это очень хорошо. Ну, и так, вот я вам показал замечательный алиолин. Я надеюсь, что мне удалось в этот раз уже до конца показать, как его сделать, чтобы он взбился прекрасно. Надеюсь, что больше у вас никаких проблем с приготовлением алиоли не будет. Ну, и в завершение приглашаю вас в обязательном порядке посмотреть плейлист канала «Соусы». Вот сюда вот щелкайте и посмотрите. И попробуйте готовить с соусами, действительно, очень вкусно. Очень вас прошу, попробуйте приготовить сальсаберде. Отдельно, вот сюда вот щелкайте, ну, или зайдите в описании видео, и приготовьте сальсаберде. Звучит не ахти, выглядит непонятно, но он настолько классный, он настолько свежий вкус дает, настолько необычный. Я думаю, вам понравится. Спасибо за компанию, всем пока. Да, и еще одно. Если у вас возникнут еще какие-то вопросы по блюдам, которые у вас не получились по какой-то причине, задавайте под этим видео, и те блюда, те вопросы, которые наберут наибольшее количество лайков, я постараюсь как можно быстрее поставить план съемок, снять и разобраться с теми ошибками, которые получаются при приготовлении этих блюд. И еще раз прошу прощения, что не удается мне с первого раза рассказать все тонкости. То есть, какие-то вещи мне кажутся само собой разумеющимися, а на поверку оказывается, что это не так. Еще раз спасибо за компанию. Если понравилось, ставим пальцы вверх, не стесняемся. Делимся этим видео с друзьями. И самое главное, я вас очень прошу, готовьте вкусно. И угощайте своих друзей. Давайте пропагандировать вкусную еду. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok